Продолжение следует... В прошлом году, 24 ноября, мы поехали с командой специалистов из компании «Моторика», а также с «Колтехова» в Владивосток для проведения исследований по отчислению бионических протезов, и у нас все получилось. Более подробно расскажу сейчас дальше, как это все происходило, по этапности, расскажу про протезы. Давайте немножко расскажу про нашу миссию и про то, чем мы занимаемся. Компания «Моторика» делает счастливыми людей, которые потеряли, в свою очередь, конечность. Миллион людей живут без рук, и только 20% людей используют протезы, и только 2% из этих 20% используют функциональные протезы. И вот наша задача сделать счастливыми как можно больше людей. Мы уже произвели более 4 тысяч протезов за 6 лет работы. Команда наша состоит из 130 человек разных специальностей. Это инженеры, менеджеры, врачи. А также мы находимся в 14 странах мира. Чем же мы занимаемся? Мы разрабатываем полный комплекс от протезов функциональных до реабилитационных систем. То есть мы занимаемся полным спектром. И одно из направлений, которое мы сейчас активно продвигаем и делаем, это инвазивные технологии, инвазивные исследования. Потому что в нашу задачу протезирования входит возможность натурализовать протез, чтобы наш пользователь мог почувствовать протез как свою собственную руку. Какие же протезы мы производим? Они существуют разных типов, и в основном они созданы для использования обычных задач. Для нас не проблема взять бутылку, открыть дверь нашей рукой. Но человек, который потерял конечность, не может ее управлять, или она отсутствует, необходимы протезы, которые могут выполнять различные базовые действия. Соответственно, решение обычных задач входит в наши задачи с протезированием. Также в нашу задачу входит использование протезов для детей. Дело в том, что ребенок, и вы знаете, очень сложно его заставить что-то сделать, если ему что-то не нравится. И в нашем случае мы разрабатываем индивидуальные протезы со специальными цветами под Человек-паука, Принцессу и так далее, с различными гаджетами, насадками, которые они могут использовать. И они уже из людей с ограниченными способностями становятся людьми, киборгами, супергероями, и к ним совершенно другое отношение со стороны других людей. Соответственно, есть несколько типов, и сейчас я про них расскажу, какие протезы мы производим. Это активные тяговые протезы, односхватовые, многосхватовые и односхватовый бенический протез с плечом. Тяговый протез у нас очень прост в разработке, небольшой вес его, он относительно недорогой. Он работает за счет оставшейся части функциональной руки, допустим, лучезапясный сустав, позволит управлять протезом одним действием, это хват. Он работает за счет тяг. Также существуют бионические протезы, это уже бионика, которая управляется за счет сгибателя-разгибателя мышц, за счет считывания потенциалов, или любых других оставшихся мышц, если мы берем травму выше локтя. Тем самым эти протезы могут делать только одно действие, это также что-то брать и отпускать. Есть следующий протез, это уже бионический протез кисти-манифест, у которого шесть степеней свободы, и каждый из пальцев может управляться при помощи запрограммированных заранее в телефонном приложении или в любом приложении для планшета задач, которые необходимы. Допустим, человек, который потерял две конечности, ему нужно как-то управляться телефоном, и они набирают при помощи мизинца. Мы делаем напальчники специальные, чтобы они могли управлять в сенсорных экранах, и так далее, и так далее. Поэтому настроив жест на мизинец, он может также сгибателем-разгибателем переключить другой жест и управлять этим жестом. Ну и, соответственно, это следующий наш протез. Кисть используется та же, а вот локтевой протез мы сейчас разрабатываем. И вот тут маленькая история будет сейчас про вот этого мальчика, который вследствие электротравмы потерял две руки, и первые такие мы поставили ему протезы. Ну давайте посмотрим, надеюсь, будет звук. Как его запустить, сейчас попробуем. Пойдет он, не пойдет? Звука, к сожалению, нет. Ну, тогда буду звуком, наверное, я, да? Нет звука. Там нельзя? О, отлично. Звук. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не могу, а я не могу, а я не могу, а я не могу, а я не могу. А в глюк, я не могу, а я не могу. Он еще управляет. Я надел свои модели и пришел сюда. Вперед, я могу и я. Убор, я сейчас. У-у-у! У-у-у-у! У-у-у! Ну, и вы сейчас видели, как только что родился киборг, это было не его день рождения, а рождение киборга. Дети собираются, дети обсуждают, дети разговаривают, и это такая определенная комьюнити, которая позволяет дальше детям чувствовать себя более комфортно и в обществе. Это решение одной из наших задач. Но, как вы видели, очень сложно управлять протезом, управлять мышцами, мне казалось бы, вроде бы, напрягать различные мышцы, не такая сложная задача, но для этого мы разрабатываем специальные приложения, специальные советы, как лучше разрабатывать, как лучше делать, чтобы работали эти мышцы, а также разработали VR-приложение, игру, которое позволяет управлять и разрабатывать эти мышцы как для детей, так и для взрослых, чтобы в дальнейшем применять эти бионические протезы на те мышцы, которые есть. Ну и еще два слова по определению точек, которые лучше считывают миографический потенциал. Мы разработали также миобокс, который определяет точки, в которые лучше устанавливать датчики, которые будут считывать эти потенциалы для управления этими протезами. Ну и мы столкнулись с тем, что использование протезов человек может использовать свои собственные какие-то после травмы части тела для управления, не использует протезы. Мы задались вопросом, почему так происходит, и все потому, что он не ощущает протез как свою собственную руку. И тем самым мы дальше пошли развивать инвазивные исследования. И вот, как я сказал, 24 ноября прошлого года мы поехали во Владивосток на базу ДВФУ. И нейрохирург Артур Амильевич Бектемиров имплантировал электроды на периферическую нервную систему для отчисления бионических протезов. Исследование проходилось, первый этап и задача заключалась в следующем. Это купирование фантомных болей. Мы подбирали пациентов только с фантомной боли. Дальше передача электрических импульсов, картирование и возможность отчисления протеза. Это проходило, как я сказал, совместно со Сколтехом и ДВФУ. Это был совместный проект, и он сейчас также продолжается. И также эти исследования проводились на базе школы медицины в лаборатории экспериментальной медицины ДВФУ. В команду входили Илья Чехс, основатель компании «Моторика», руководитель направления человек-машинных интерфейсов Михаил Сенцов. Он здесь у нас присутствует, поэтому в конце можете также позадавать вопросы. Сагаян Гурген, аспирант, стажер-исследователь. Также Артур Рамильевич Бектемиров, это функциональный нейрохирург медицинского центра ДВФУ. Дарья Клеева и Никита Пелюгин, это студенты и стажеры, которые помогали нам в исследовании. А также Михаил Лебедев, руководитель, профессор Сколтехи, который проводил различные исследования в нейроиндустрии. Ну и что же такое отчувствление? Отчувствление это ощущение, которое машине нет необходимости роботу чувствовать. И это необходимость только для человека, почувствовать тепло близких, почувствовать ощущение мягких вещей, текстур. Ну это выбрать то, что нужно для человека, исключительно для человека. Ну про анатомию я не буду вам рассказывать, вы знаете наверняка и лучше меня. Но задача наша состояла в том, что мы работали как с периферической, так и с центральной нервной системой. Ну и также проводили некоторые исследования, которые я расскажу попозже. Это связано с ЭГ, ЭГ боли. Эта задача была Сколтеховская, но мы ее также проводили здесь. Ну естественно мы сначала собирали анамнез о том, какие боли испытывают пациенты в фантомной руке. После этого принимали решение, на какие же нервы мы будем имплантировать электроды. И оборудование, которое мы использовали, оно сертифицированное полностью для проведения исследований по нейростимуляции. Как для периферической, так и для центральных нервных систем. На первом этапе у нас была травма по предплечью. Было два пациента, которые участвовали оба после электротравмы. Один пациент 24 года назад получил травму от удара молнии, второй потерял руки на производстве, замкнул электрощитка и также обгорели две руки. Что же такое фантомная боль? Фантомная боль это ощущение постоянного, ну в зависимости от травмы, какая получена. Если это электротравма, то это ощущение жжения руки и жжения ладошек. Здесь вот есть описание пациентов, которые рассказывали, что они испытывали. И эта боль длится на протяжении уже многих лет, а мы брали пациентов с болью от года, потому что после года в основном фантомная боль у людей уходит. Поэтому мы брали тех пациентов, которые с большим периодом времени ощущают эту боль. Соответственно, если это какое-то сдавливание, ну вот по рассказам на втором этапе пациента, он ощущал, как его пальцы, фаланги пальцев были вот так сжаты, он не мог их просто разжать. Это если вот вы сожмете, посидите хотя бы парочку минут, вы поймете, насколько это тяжело, нет возможности разжать у него. Это фантомная рука. И, конечно, отчувствить протез, когда есть фантомная боль, не представляется возможным, поэтому нашу задачу в первую очередь входило купировать фантомную боль и после этого уже проводить исследования по отчислению протеза. Ну и вот, как вы посмотрите, у пациента А мы приняли решение установить электрод только на срединный нерв, потому что у него горели только указательный средний большой палец. У второго пациента не так давно была травма, всего там 2-3 года назад, у него горели полностью ладошки и тыльная сторона руки, поэтому решение было принято установки электродов на все три нерва. Но есть и плюсы и минусы таких установок электродов, потому что, например, на первом пациенте мы могли проводить сканирование только на одном нерве, но при этом использовать два электрода. На втором мы могли проводить такие исследования на каждом из нервов и подавать эти импульсы. Соответственно, у первого пациента эффективность подавления фантомной боли была 90-100%, у второго пациента эффективность подавления боли была 40-70% по результатам анкеты. Как же все происходило? Происходило следующим образом. Сначала мы имплантировали электроды, после этого проводили электростимуляцию, подбор потенциалов для купирования фантомных болей, а дальше проводили сенсорное картирование, я подробнее расскажу об этом, и различные сенсорно-моторные тесты. Результат картирования – это карта ощущений, которые пациенты описывали по своему субъективному ощущению, что они испытывают при той или иной стимуляции. Например, сдавливание, прикосновение, вибрация, намерение произвести действие и так далее. Эти все данные мы записывали, потом подавали все заново и заново. Вот так вот происходило заполнение анкеты, какие ощущения они испытывают. Мы понимаем, на какой нерв мы стимулируем и какие параметры подаем, для того, чтобы они могли говорить обратные свои ощущения. И при одной стимуляции мы получили ощущение, когда стимулировали все три нерва, и пациент описал это ощущение, как будто бы желание сжать фантомную руку в кулак. То есть чем больше подавали потенциал на нервы, тем больше его ощущение сжатия в кулак он ощущал. Тем самым на базе наших протезов манифеста, который многосхват, который я раньше рассказывал, это с шестью степенами свободы, а также с разработанными тензодатчиками и подготовленной полностью платформой для стимуляции и соединения нашего протеза с нервной системой, и подачи импульсов, предварительно картируя, мы произвели такой тест, и тем самым пациент ощутил при помощи протеза и смог определять через протез размеры предметов, большой это предмет или маленький, в зависимости от того, как его фантомная рука сжимается в кулак. И вот как раз это видео, это было первое видео, ощущение сжатия позволило ему, вот видите, вот там стоят наши синие тензодатчики, и он смог через протез с закрытыми глазами, предварительно пройдя обучение при помощи электростимуляции, здесь есть и ошибки кое-какие, он ошибается, он говорит большой или маленький предмет, в данный момент у него завязаны глаза, он говорит поменьше, хотя ничего нет в руке сейчас. Здесь побольше, потому что до этого ничего не было в руке. Большой. И вот так вот он при помощи своего протеза мог определять размеры предметов. После этого у нас появился второй этап исследований. Мы решили провести эти исследования по стимуляции не только периферической нервной системы, но и центральной нервной системы, произвести сравнение стимуляций, получение результатов при периферической и центральной нервной системе и посмотреть, что же будет. Ну, конечно, мы стали расширять группу по травме, тогда это были только предплечья, а сейчас была травма с кистью и с плечом. Исследование отличалось, на первом этапе было 14 дней исследования, на втором этапе 30 дней исследования. Было 2 пациента, стало 3. Электроды устанавливали только на периферическую нервную систему, на втором этапе и центральную нервную систему. Также проводили сенсомоторные тесты, нейрофизиологические исследования. И протез до этого использовался только правый. В данный момент был и правый, и левый протез для использования в исследовании. Также все по той же самой схеме. Имплантация электродов, электростимуляция, подавление фантомных болей. То, что пациентов без фантомных болей мы не брали. Сенсомоторные тесты, нейрофизиологические измерения. Вот на этой картинке видно, куда мы установили электроды, центральная нервная система. И, соответственно, в районе периферической нервной системы, рядом с бицепсом, поставили электроды на срединную и локтевой нерв, по-моему, там было. Далее мы проводили опросы в течение 25 дней, использовали разные системы стимуляции, как периферическую и работу с протезом, спинальную и периферическую стимуляцию, периферическую и поверхностную стимуляцию, разные возможности стимуляции для подавления фантомных болей. И всем пациентам в разных моментах это помогало. Кому-то помогала поверхностная стимуляция, кому-то спинальная и периферическая. Но мы также проводили и картирование после подавления фантомных болей, когда мы получили результаты, те же самые получали ощущения и также получили ощущение сдавливания руки в кулак, ощущение фантомной руки, как будто он хочет совершить действие проприоцепции. Ну и вот мы здесь также проводили все исследования и записывали отзывы пациентов по их ощущениям. Но немножко давайте еще отступим. Помните, я рассказывал про ЭГ, и в нашу задачу входило определение локации боли в головном мозге, где она фиксируется. Пациент перед тем, как отправиться на исследование, проходил ЭГ в сколтехе и в состоянии покоя смотрели работу мозга. После того, как мы установили электроды, мы также проводили исследование ЭГ и смотрели при периферической стимуляции и спинальной стимуляции, как отличается активность в головном мозге и как паттерн активации заметно разнится. На этих снимках можно увидеть, что за счет разной стимуляции разные области головного мозга работают. Ну и также мы проводили сравнение ритмов при стимуляции, где отсутствует стимуляция и боль полная, и где есть стимуляция и боль полностью подавленная. И поймали относительно график боли на ЭГ. Вот так вот он выглядит. Также мы проводили нейрографию на теплое и холодное. Мы разработали специальный такой датчик, который меняет свою температуру в течение 30 секунд от холодного до теплого. И пытались снять параметры сигнала нейрографии с нервов периферических, но получили какие-то результаты. Сейчас с ними работаем. На данный момент пока что ответов никаких нет. Но давайте вернемся к нашим вопросам, связанным с отчувствлением. Мы проводили стимуляцию, как я сказал, после картирования. Также проводили направление с точки зрения отчувствления через протез и получили также результаты. Но мы немножко добавили наши исследования, увеличили. И мы стали определять размеры предметов не только большой и маленький, вот здесь побольше будет видно, но и большой, средний и маленький. То есть мы уменьшили действие сжатия руки, чтобы он мог определить средний, большой, маленький. Давайте попробуем. Также, кстати, мы начали дополнительно использовать наушники, чтобы не было слышно шум мотора, чтобы он не мог предугадать, как у него срабатывает. И он говорил, какой там предмет большой, маленький, средний. И он уже не управлял за счет миографии мышц, а он управлял за счет кнопок, которые мы вывели. Так проще, он меньше отвлекается, но только по ощущениям работает. Так ему нужно еще сокращать. Но мы решили пойти дальше, и на этом этапе исследования провели отчисление не только на определение размеров, а также на определение жесткого и мягкого. Мы сделали два цилиндра, и эти цилиндры, один был из поролона, другой был пластиковый. И пациент, с учетом нажатия на кнопки, мог определить, закрывая протез, жесткий или мягкий. Доводя дальше сжатие руки, он мог понимать, какой предмет. И у нас также это все получилось. Сейчас я на большом видео это включу. Вот здесь вы можете увидеть, как установленные в культю электроды уходят как раз. Это поролоновый блок, а это пластиковый, более твердый. Так у нас удалось отчувствить бионические протезы, и пациенты смогли ощутить твердое, мягкое и определять размеры с закрытыми глазами без звука и давать нам обратную связь. Но у нас сейчас проходит следующий этап исследования. Мы планируем его провести в этом году. Мы подбираем новых пациентов. Мы в данный момент хотим попробовать пациентов с ногами, провести стимуляцию нижних конечностей для получения отчисления нижних конечностей, для проприоцепции стопы в дальнейшем. И сейчас идет как раз набор пациентов. Расширяем критерии включения пациентов. Вообще планируем разрабатывать электроды, нейростимуляторы, регистрировать медицинские изделия. И нейротехнологический кластер хотим открыть остров Киборгов на острове Русский, где можно нейротехнологии быстрее продвигать и быстрее эти все исследования проводить. Ну и в будущем использование таких технологий позволит раскрыть различные направления от отчувствления протезов до просто немыслимых каких-то вещей в метаверсе, в VR-технологиях, в спасательных работах, где угодно, где нужно чувствовать, ощущать и понимать температуру. При этом не испытывать никаких травм, боли, а просто понимать, оставлять ощущения в меру необходимости, которые нужны для человека, так скажем, в хорошем состоянии. Ну и немножко про нас. Мы не просто нормальные, мы избранные. Будущего не надо бояться. Оно уже здесь. Мы уже здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 А вот что нового? Какой тренд? Вот кроме Канады, которая, вот, говорите, слишком еще пока сырая, что делают другие люди, страны, помимо вашей компании, вы же не единственная в мире? Насколько они от вас ушли? Насколько вы от них отстали? Субтитры сделал DimaTorzok. Дмитрий Pag Если мы говорим про протезирование, то мы идем в ногу со временем, и такие компании, как Оттоблок, любые другие компании, которые вообще существуют, в принципе, мы идем на уровне вместе с ними. Мы используем наши разработки, наши материалы, ну, как я говорил ранее, полностью цикл сборки и разработки у нас происходит. В отличие, тяговые полностью 100% наша сборка, а протезы, которые бионические, да, там моторы используются не наши. Остальное все наше, также мы сами все производим, сами все делаем. Касаемо отчисления в мире, это второй вопрос, который в одном вашем звучал. В мире, да, проходят разработки очень активно, в этом отношении работают итальянцы. И я в 2016 году встречался с ними, и они идут в направлении управлением протезом, они хотят в этом направлении идти. Но, как я говорил уже ранее, технологии считывания потенциала с одного аксона сейчас не существует. И даже они использовали, есть статьи по прогружным электродам и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, на данный момент, по отчувствлению, то, что мы получили сейчас в нашей работе, мы находимся, ну, так сказать, если не первый, то на уровне уж точно. Потому что мы смогли соединить наш протез, наши тензодатчики с оборудованием, которое стимулирует и получить результат не на одном пациенте, а уже на нескольких пациентов, что подтверждает нашу историю о том, что мы получили что-то новое, что ранее не было так освещено. Мы осветили одни из первых в этом направлении, и сейчас об этом рассказываем, и идем дальше. Мы хотим еще попробовать, как я сказал, уже там заняться вопросами ноги, потому что вопрос про преоцепции стопы очень важен. Если будет чувствительность стопы к поверхности, в данном случае, ну, во-первых, это, скорее всего, поможет с фантомной боли, а во-вторых, управление стопой очень важно в данном случае. Пожалуйста. Почему вы используете людей, которые давно потеряли конечности? Ну, то есть, не проще использовать тех, кто потерял только что? У них все-таки управление рукой, допустим, будет на уровне инстинктов пока что, и они будут считать, что это их рука, но можно обмануть. Мы не используем людей. Да, это первое. Во-вторых, дело в том, что травма, полученная для людей в короткий период времени, она такая фантомная боль, это травма и психологическая, и физиологическая. Мы берем, у нас есть определенные параметры включения в группу этих людей, чем больше временной период травмы, тем вероятней, что эта фантомная боль у него уже такая, мы можем на нее воздействовать, и мы знаем, что она не прошла за этот короткий период времени, поэтому мы берем людей от года и больше. Вот. Ответил? Если не ответил, можете еще раз меня запросить, я уточняющий вопрос какой-то. Спасибо. Два вопроса. Первый мой любимый. Вот то, что Артур устанавливал, эти электроды, они там остались? И на сколько, если остались? Нет, электроды не остаются, кроме тех, которые установлены в ЦНС, ведь купирование фантомной боли в основном идет по стимуляции центральной нервной системы. Если установили в центральную нервную систему и они дали хорошие показатели по купированию фантомной боли, то тогда он оставляет эти электроды. Если нет, то тогда эти все электроды удаляются и там выписывается квота уже на постоянный нейростимулятор и на электроды. Но для людей, которым помогла нейростимуляция, он эти электроды оставил только в ЦНС, в периферической он удален. А куда, кстати, около позвоночника они устанавливаются? В районе шейных, где идет отчисление руки, где выходит срединный, локтевой, лучевой. Понятно. И второй вопрос про нейрореабилитацию, чуть-чуть ближе к инсультам и прочим. Есть всякие работы, которые показывают о том, что какие-либо стимуляции и, допустим, конечности участок мозга, соответствующий, который поврежден инсультом, помогают восстановиться этому участку мозга, помогают человеку снова начать пользоваться этой конечностей, помогают ему реабилитироваться. У вас есть какие-либо данные или направления, которые направлены не только на возвращение функционала потерянных конечностей, но и на реабилитацию после инсульта человека, у которого есть конечности, которому надо стимулировать ее, чтобы он лучше ей снова научился пользоваться? Или вы пока таким не занимаетесь? Мы пока что вот в этом направлении не идем. Мы сейчас занимаемся исключительным стимуляцией и отчувствлением конечностей потерянных. Но я думаю, что в каком-то ближайшем будущем мы дойдем и до этого. Это близко просто, эти темы очень близки. Спасибо. А, вот у нас еще вопрос. Скажите, а вот производство этих протезов, оно в какой-то степени масштабировано или для каждого пациента делают отдельный протез? И в связи с этим другой вопрос. Сколько времени занимает производство протеза? Ну, сами протезы, ну допустим, берем кисть, помните, я рассказывал, есть тяговые, есть бионические, есть однохваты, есть многосхваты. Ну, допустим, разработка кисти и разработка самого протеза, оно занимает какой-то определенный период времени, не могу точно вам по срокам сказать. А вот подготовка самого пациента к этому, как я сказал, сочетать миографические потенциалы с оставшихся мышц, если это бионика, подготовить для него слепок культи и для этого сделать гильзу. Это занимает какой-то период времени. То есть здесь индивидуальность заключается конкретно в том, чтобы подобрать, чтобы он удобно его носил, чтобы культя подходило под гильзу и так далее, и так далее. Второй момент, еще увеличивается срок, как я сказал, каждый протез, он индивидуален, и человек может его покрасить любой цвет, сделать любой текстуры, и вот это тоже увеличивает срок производства протеза. Если человек говорит, что пользователю, мне не нужны никакие спецвозможности, там никакой ни красный, ни зеленый, ни пурпурный, то тогда срок уменьшается этого протеза, разработка. Спасибо. Спасибо. Вопросы закончились. Уточняющий вопрос из трансляции. То есть при повреждении руки выше локтя нет возможности вернуть функции кисти. Там же остается лучевой, локтевой и срединный нерв. С них нельзя считать потенциал? Мы не считываем потенциалы с лучевого, локтевого нерва. Мы считываем потенциалы, если мы говорим про управление, то мы считываем потенциалы с мышц. А если мы говорим про нервы, то мы подаем на нервы сигнал, который впоследствии дает человеку ощутить субъективные какие-то ощущения в виде покалывания, вибрации, как я рассказывал про картирование. Разные чуть-чуть вещи. То есть, грубо говоря, я просто этот вопрос уже прозвучал, так понимаю, дважды вот и отсюда. Вам то, что когда вы используете для управления вот эти потенциалы, мозг подает сигнал этой мышцы совершенно не на сгибание пальца или на что-то. Вам важно, чтобы он просто подал какой-то сигнал, грубо говоря, там это сгибание бицепса может быть или напряжение какого-то отдельного пучка. И вы его просто регистрируете и перенаправляете на то, что вот это теперь будет обозначать там сгибание локтевого... Да, да, да. Знаете, можно на ютюбе найти такой ролик, это вот как раз итальянцы делали, про которых я рассказывал. Человек, который потерял конечности и у него, по-моему, по плечу была травма, но остались мышцы грудные, спинные, плечо осталось, по-моему. И они поставили датчики и он дальше управлял полностью протезом за счет управления грудных, спинных и мышц, которые там, плечевые остались кусочки. И он переучился за две недели полностью управлять протезами за счет напряжения различных групп мышц за очень короткий период времени. Поэтому да, мозг быстро переучивается в случае таких вот сценариев. Спасибо. За счет оставшейся ноги можно управлять отсутствием руки? Вы знаете, тут я смотрел, это уже чуть не в тему, но тоже интересно, я тут смотрел один обзор про то, как мы можем получать различные сигналы и менять визуал или восприятие сигналов. Ну, например, слепой человек может читать через пальцы, и его пальцы становятся его глазами. Или, например, там, как можно ощущать электропотенциалы на теле и распознавать какие-то звуки или распознавать какие-то... Или вот помните такую разработку, когда был имплантирован в головной мозг человеку такой датчик, который с детства был дальтоником, не видел цвета, но за счет звуков мог четко определить цвета. Да, наш организм очень быстро переучивается и быстро перестраивается, поэтому с помощью ноги можно управлять рукой, ну, мышц ноги, условно говоря. Поэтому и это очень за короткий период времени происходит, то есть там неделя, две, и человек полностью уже начинает. Ну, то есть он, вот этот человек, которому поставили датчиков огромное количество, он за две недели полностью смог управлять протезами и управлять мышцами, которые, в принципе, у него... А до этого он их не использовал, потому что, ну, после такой травмы он восстановил эти мышцы быстро и стал управлять ими. Да, это возможно. Спасибо. Безумно интересно. Давайте еще раз поблагодарим нашего доктора. Спасибо. Спасибо.